У нас большой повод для оптимизма. Само появление когнитивно-поведенческой терапии – это большая радость. И сегодняшняя наша встреча, подтверждение этой радости – это атмосфера, которую мы можем здесь не только наблюдать с помощью зрительного органов восприятия, но и всеми фибрами души, несмотря на ее отрицание материалистами. Мы все равно находимся с вами в некой коммуникации, мы находимся с вами в неких взаимодействиях и связях. И поэтому для меня как раз символом возможностей, символом надежды, не только в терапии, но и вообще символом надежды всего человечества, является Аарон Бек. Как Джудит Бек сегодня говорила о том, что отцу, мы надеемся, в июле уже исполнится 97 лет, сейчас ему больше, чем 96,5, и по-прежнему этот замечательный человек активен в прекрасной форме, и он является блистательным примером того, как можно встретить старость, как это может стать активным долголетием. Поэтому, на мой взгляд, и сам Аарон Бек подчеркивает эту надежду, и терапия показывает, что эта надежда не только не исчезает в связи с такими обрушивающимися на нас данными нейросайенс, исследований, заключений отдельных специалистов, но наоборот активно развивается. Мне кажется, что вдохновляющий пример Аарон Бека и персонально, и методологически говорит о том, что психотерапия работает. И сам Аарон Бек подчеркивал, что вся жизнь ушла на то, чтобы доказать, что психотерапия работает. Его выступление на юбилее, когда ему было 95 лет, для меня такой запомнившийся, очень яркий и постоянно мобилизующий, активирующий пример, вдохновляющий во всех смыслах слова, потому что Аарон Бек показал, как растут связи, не только наши такие связи, которые раньше в прошлом, в советское время называли блатом, но и межнейрональные связи. Эти связи показывают возможности психики в разные периоды жизни. Несмотря на то, что наши нейроны, как любят рассказывать психиатры, от 25 до 50 активные нейроны полягут, половина из них будет потеряна для нас безнадежно, тем не менее, вот этот шанс распорядиться оставшимся грандиозным количеством, он помогает нам за счет опыта, за счет наработки этих связей, все равно функционировать достаточно качественно. И вот то фантастическое качество, которое показывает сам Аарон Бек и своей памятью, и своим мышлением, и своим творчеством, и своими научными работами и публикациями, для нас очень зажигательный пример, и как для специалистов, и как для людей. Поэтому мое личное восприятие, что это такие две стороны одной медали. И для меня вот сейчас с очень теплыми воспоминаниями наполнилась моя нейронная сеть, потому что Андрей Владимирович как раз упомянул 99-й год, когда наши жаркие дискуссии, но при этом очень дружеские, наполненные смыслом и содержанием, на мой взгляд, очень сильно развивали, по крайней мере, мои персональные нейронные сети, и показывали, что в споре иногда много чего рождается. Не только сам спор, его продолжение, какие-то конфликты, но и развитие. Может быть, это далеко от такого громкого понятия, как истина. Но для меня в наших дискуссиях и обсуждениях как раз открывались такие смыслы и содержание психотерапии, за что я очень благодарен Андрею, моему другу и коллеге, и во многом и учителю в этом отношении, потому что это другое из большой буквы, что мы тоже обсуждали, что это пример такой жизненной французской философии, которая говорит, что эта коммуникация возможна, и она может открывать совершенно новые горизонты и смысла, и содержания, и творчества, и развития. Поэтому я вижу все-таки оптимистичные нотки, несмотря на все современные процессы, которые, как обычно, достаточно качественно, емко и блестяще были описаны Андреем Владимировичем до перерыва. В любой дискуссии, в любом общении с Андреем появляется нотка такого накала, драматизма даже, которая сейчас меня воодушевляет на то, чтобы как-то уравновесить на нашем СБТ-форуме и когнитивную составляющую, потому что поведенческая, безусловно, важна. И здесь Андрей Владимирович отражает как раз концепцию, которая действительно предложена была еще и Иваном Михайловичем Сеченовым, но в Америке популяризировано как радикальный бихевиоризм, что все есть поведение, как шутил Айзинг, что когнитивное вообще не обязательно слово, зачем Баден-Баден говорить, масло масляное, в общем, все равно это тоже поведение, только внутреннее. Мы можем это использовать, и мы видим сейчас большой ренессанс, такой мощный всплеск поведенческой терапии, и сегодня будут такие доклады по диалектико-поведенческой терапии, acceptance and commitment терапии, принятие ответственности, функциональный анализ поведения, функционально-аналитическая психотерапия. Это все такие очень известные, популярные на сегодня виды поведенческой терапии. И здесь мы можем говорить о понятии волн и от авторов, потому что первым упомянул термин третья волна Стивен Хейс, основатель acceptance and commitment терапии. И здесь мы как раз наблюдаем возможности, очень помогающие в клинике, в том числе сложных пациентов, таких как пациенты с расстройствами личности, поведенческой терапии, влияние на поведение. Но при этом действительно важно сохранить баланс, не выплеснуть ребенка вместе с водой, потому что первая часть направления называется когнитивная, и она имеет значение. То есть не уйти в нирвану, в полный mindfulness, не потерять эти когниции по дороге, а постараться совместить вот эти важные, значимые, очень эффективные технологии, где есть не просто комплементарность, что помогло Мишелю Махони, Дональду Мехенбауму и другим методологам объединить в 70-х годах когнитивное и поведенческое направление. Ну и самому, конечно, Беку с коллегами. Это не только комплементарность, но еще и синергетический эффект. Поэтому мы наблюдаем, как просто наводнение или просто экспозиция может быть недостаточно эффективна, если нет когнитивной проработки до, во время и после. Клиент может обесценить результаты своего погружения или наводнения, поездки в метро или полете на самолете. Поэтому мы видим, насколько важно все-таки вот это baby leaves по Элису или промежуточная переменная по Бандурии и в дальнейшем по Беку. Поэтому, конечно, в отношении технологий нам нужно увидеть, что мозг, безусловно, фантастически пластичен. Нейропластичность, о которой много уже говорили исследователи и ученые, но только в 70-х, 80-х стали на это обращать внимание именно с точки зрения современных технологий. Ну, вся история человека говорит о том, что несмотря на такие мощнейшие повреждения, как у Финиаса Гейджа, очень известного такого персонажа, который во всех учебниках по нейросайенсу и вот в одном из музеев Соединенных Штатов даже есть его череп и слепок с этого черепа, получил колоссальное повреждение. Тут подскользнешься, в общем, о поребрик ударишься и все, до свидания. А тут человеку вынесло чуть ли не полмозга, лобные доли, теменные. Ну, и только испортился немножко характер и настроение, в общем. Что удивительно, да, он не только выписался из клиники, но еще и восстановил речь, помнил о том, кто он, и функционировал определенное количество времени. Поэтому мозг по-прежнему для нас не просто загадка, но и вызов определенный и одновременно источник такой существенной надежды. Потому что это не только нейропластичность в биологическом смысле слова, что другие клетки, другие нейроны могут брать на себя функции, но и сам феномен сознания, который, конечно, биологически можно трактовать как эпифеномен, но, тем не менее, его структурирующая, организующая роль, она и показана, и доказана, и в экспериментах, и для нас важна в терапии. Потому что, если мы вспомним задачи, которые очертил для нас Иван Петрович Павлов, здесь в данный момент его светлый лик на презентации отсутствует, но он всегда с нами. В общем, не случайно мы с Андреем Владимировичем вот сейчас к таким реминесценциям прибегаем. Клиника Павлова, его такой дух, который присутствует в ней, и сакральное для когнитивно-поединических терапевтов место, где проходили павловские среды. И действительно, с большой радостью мы возобновили это в виде клинических павловских чтений. Как раз для нас, как психотерапевтов любого направления, не только теория условных рефлексов Павлова важна, но и то, за что ему стоило бы дать еще одну Нобелевскую премию, уже третью, помимо иннервации пищеварения, помимо теории условных рефлексов, за первую и вторую сигнальные системы, о которой Андрей Владимирович уже говорил. Поэтому, помимо простого восприятия действительности, с которой у нас контакт безумно-безумно-безумно ограниченный, вот эти пять органов чувств, в общем, маленький прокол в гигантский зал этой окружающей действительности, с которым мы знакомы, это не просто знакомство вслепую, как известная комедия, а это просто намеки какие-то. Поэтому, конечно, с развитием человека развивалась, и вот эта часть виртуальных органов, которые прокачались за счет такой специфики богатства нейронной сети, как раньше предполагали, 100 миллиардов, сейчас после того, как несколько лет, 15 назад, одна добрая женщина пересчитала, оказалось 86 миллиардов, но все равно это огромное число, и главное, что 100 триллионов связей между ними. И вот чем занята эта гигантская машина? Как уже упомянул Андрей Владимирович, эта гигантская машина занята обсчетом, моделированием. И это мощнейшие процессы, и это мощнейший процессор внутри нас, который имеет очень слабое взаимодействие с окружающей средой. Мы слепые кроты с точки зрения сокола или сапсана, мы глухие с точки зрения наших братьев меньших собак, и, в общем, почти ничего не обоняем, потому что, представьте, не только роман «Парфюмер», но и просто общение с нашими домашними любимцами, мы, в общем, в этом отношении очень обездолены. В этой богатой сети нейрональной, которая выглядит как космос, как Вселенная, и еще имеет такое количество связей, больше известных всех нам звезд в этой Вселенной, имеет еще и такую специфику, порождающую еще одну матрицу. Помимо такой нейрональной матрицы с ее множественными взаимодействиями, не только химическими, но даже, как в прошлом году исследования показали, световыми, что, может быть, термин просветления имеет еще и другие возможные коннотации, потому что кому-то, может, уже удается светиться по ночам, а у кого-то ореол возникает такой за счет прочистки не кармы и планиды, а вот этих нейрональных связей, которые еще имеют обмен фотонами. Может быть, прокаченный обмен фотонами и выглядит как такой ореол, подсветка такая изнутри. Мы этого не знаем, может быть, это дело будущих поколений, где это будет элементарной практикой психотерапевтической. Но пока мы можем говорить о вот этой роли второй сигнальной системы, дубликатов этой реальности в простейших сигналах, поступающих к нам от первой сигнальной системы, что она дала возможность вот так редуплицировать информацию. Появилось вот это картирование, моделирование, где мы получили такую блестящую возможность использовать эти дубликаты в качестве языка, знаково-символической системы. Здесь у нас появляется, помимо первичной биологической матрицы, нашего такого условно жесткого диска или сервера, появляется еще язык этого программирования, язык этого моделирования. И вот эта вторая матрица уже непосредственное поле деятельности психотерапевтов любого направления. Как бы они себя не обозначали, они будут иметь дело в любом случае и с поведением, и с мышлением, и с языком. И вот вторая сигнальная система, спасибо за предупреждение, не так много уже времени осталось на наш диалог. Вторая сигнальная система для нас выступает как раз оперантом, инструментальным таким набором для вот этой второй матрицы, надстроенной или пользующейся вот этой биологической матрицей. Ну и третье, это то, о чем тоже говорил сегодня ярко и качественно, и так насыщенно Андрей Владимирович, это социальная матрица, в которую мы включены, потому что язык, это не то, что придумали мы, а то, что мы получили через диалоги от значимых других, от родителей, дедушек, бабушек, и потом в последующем уже с другими людьми. И наш язык, это часть нашего развития, развития вот этой второй сигнальной системы, и развития, как это ни удивительно, анатомического нашего мозга. Нейрональная сеть активно растет, если мы ею пользуемся. И вот этот сложный язык описания позволяет развиваться нам во всех смыслах слова. И социальные коммуникации, если мы будем картировать наши связи, и не только с помощью чисел Донбара, не только с помощью там соционики или каких-то других проектов, а в целом представим, как новую вселенную. Сейчас идут разговоры о неком суперорганизме, когда люди, как клетки, объединяясь, создают экосистему такую. Это новый вариант мышления, со-творчества, со-мышления. Поэтому мы объединены гораздо сильнее, чем нам кажется. Просто мы о космосе-то, о мире, окружающей действительности знаем, оказывается, 4-5 процентов, как физики говорят, потому что это видимый спектр, а есть еще темная энергия, темная материя, как любит профессор Черниговский обозначать тоже драматическую ситуацию. Что вы говорите о мозге, когда вы, в общем, незнакомы, ведь темная материя, темная энергия – это часть материального мира и, значит, тоже часть этого мозга в текущий прямо момент. Что мы, собственно, смело утверждаем, что мы разобрались в мозге и психике, уж тем более в загадке нашего сознания. Ну, поскольку, возможно, при нашей жизни все эти загадки, как и бесконечность Вселенной или наличие параллельных Вселенных не откроются нам, но при этом действовать как психотерапевтам нам уже придется. И эффективность этих действий будет связана с осознанностью во всех смыслах, не только с помощью восточных практик, того, с чем мы контактируем. И методология в этом отношении для нас такой и маяк, и фонарь одновременно, который показывает нам, что мы имеем дело со сложнейшей, открытой системой, с феноменом человека, который, оказывается, обладает колоссальным потенциалом. Вот это количество связей, это количество действующих таких, по сути, элементов этого виртуального органа психики грандиозно, не поддается даже такому осмыслению и представлению, но тем не менее, как-то вот как пользователи мы ее пользуемся. Ну, такие юзеры мы, как Андрей Владимирович красочно объяснил, в общем, слабые, а есть люди, которые вообще отказываются даже и пользоваться. Поэтому, конечно, это большая проблематика для психотерапии, и здесь во многом когнитивно-поведенческий подход предлагает осознавать это уже самим терапевтом и использовать в виде психоэдюкейшн, психообразования, о роли которого тоже упомянул Андрей Владимирович. Мы можем контактировать и взаимодействовать, то есть все-таки мы не готовы принять теорию Лейбница с монадами, все-таки между нами есть какой-то контакт, как мы верим и надеемся. Может быть, это, конечно, продолжение этой иллюзии, но, тем не менее, даже она вот каким-то специфическим образом нас раскачивает и помогает формировать все новые связи, которые формируют и я концепцию, отношение к себе, и на этой основе мы можем заботиться о себе. Все-таки придется брать в свои руки этот процесс, не запускать его и не отпускать только на неосознанную часть нашей психики, которая, конечно, безусловно, гораздо богаче. Если сознание мы описываем числом 7 плюс минус 2, восприятие по закону Миллера, в общем, не выходит за эти рамки в один момент времени, то, конечно, это крайне скромный освещенный пятачок, но с его помощью оказывается, возможно, какие-то внедрения в систему, иногда дисфункциональные, когда мы чем-то себя пугаем или загоняем в тупик нашей психики, но при этом наши волшебные формулы могут становиться для нас проводниками смысла, проводниками методологии и понимания, с чем и как мы можем работать. Промежуточная переменная, которая легла в основу фундамента когнитивной революции, которая была так с энтузиазмом воспринята Элисом и Беком, это как раз поле работы и второй сигнальной системы и нас как специалистов. Поэтому, конечно, мы работаем и с поведением, и с внутренним поведением, мышлением, где мы можем вносить вот эти новые смыслы, содержания, понятия, которые сначала нам необходимо диагностически прояснить, что составляет основу напряжения в системе конфликтов, сбоев или дефицитов, которые приводят к проблематике актуальные, которые выходят уже в поле клиническое зачастую. И вот протокол, который есть в каждом виде терапии под таким зодичным брендом КПТ и в других направлениях, позволяет нам верифицировать, ну, сначала просто раскрывать, потом уточнять, идентифицировать и уже подтверждать, верифицировать некие феномены. Поэтому мы можем описывать феномены внешних активирующих событий, таких триггеров по формуле необихевиоризма. Мы можем фиксировать последствия, реакции эмоциональные, физиологические, телесные, поведенческие. И между этим мы можем использовать вот ту замечательную возможность, рефлексию, возможность осознания, не просто использования сознания, но мысли о мыслях, метапозицию, которую мы таким образом технически прокачиваем уже с помощью диагностического инструментария, давая его в руки нашим пациентам, которые, конечно, с неохотой ведут дневники, вы понимаете, что это некая нагрузка на психику, особенно современного человека, но приходится их мотивировать, уговаривать и подвергать тому воздействию психологическому, о котором говорил Андрей Владимирович. Тут наш энтузиазм, наше желание помочь и наш интерес в хорошем смысле слова, наша мотивация, поскольку у нас есть собственные, мы надеемся, рациональные верования, что это работает, что это осмысленно, что это с пользой для нашего клиента, поэтому мы здесь можем быть энергичными и помогающими в этом смысле с помощью и психообразования и наглядных примеров, как это работает. И вот этот инструмент уже дает частично понимание, что человек во многом кузнец своего счастья и несчастья. И пока обрывочные данные, как он себе кузнечит вот эти депрессии и тревоги, конечно, не всегда воспринимаются пациентами с оптимизмом, иногда это их даже обрушивает, если мы очень активны, гиперактивны в этом отношении, быстро выбили все компенсаторные стратегии, показали, ну смотри, в какой разрухе ты живешь. Ну, конечно, здесь лучше стоит двигаться последовательно, и как говорил Карл Роджерс, за клиентом, но не в смысле на поводу, поговорим о погоде или политике, а в смысле за степенью его осознания, то, что он замечает в своих психических механизмах и, соответственно, то, за что он уже может брать ответственность. И, конечно, для нас когнитивная концептуализация, начиная с 93-го года, стала мощнейшим оружием, потому что мы вооружены теперь диагностически полноценно, потому что это не только поверхностный такой разбор, но и 3D-модель, некая динамическая модель, как это связано с прошлым, не только здесь и сейчас, но и там и тогда, как детский опыт, особенно ранний сенситивный период, где были очень многие вещи активно восприняты и жестко прописаны в нашей такой нейрональной матрице. Насколько они значимо влияют на последующие прописи, прописи буквально определенных правил нашего мышления и поведения, и насколько они прикрываются определенными компенсаторными стратегиями, пометуя многочисленные защиты, описанные еще Фрейдом и его учениками, различные копинги, большая часть из которых, к сожалению, не решает проблемы, а лишь поддерживает иногда, конечно, очень наглядно дисфункционально. Ну, с утра выпил, весь день свободен, как пример того, что можно решать проблемы и таким способом, но это псевдорешение, поэтому большинство костылей, увы, втягивает пациентов в целый круг последующих проблем, в снежный ком, и поэтому, конечно, блистательные работы Джудит Бек здесь подчеркивают необходимость более глубокого, более детального, кропотливого разбора наших клиентов с установлением этих связей. и текущих таких горизонтальных связей и, спасибо большое, вертикальных связей, связанных с прошлым опытом, иногда таким травматическим опытом, иногда драматическим, потому что масса драматических персонажей были в нашей жизни, даже если не вспоминать, а можно и вспомнить фильм «Похраните меня за плинтусом», когда такая бабушка, психопатка может оставить яркий след в памяти и, в общем, массу стратегий выработать не самых подходящих, от которых, конечно, человеку трудно очень избавиться одним махом, и это задача иногда всей жизни, как вот творчество этого писателя и режиссера, выплеснуть это из себя, но еще и важно это переосмыслить, не только поделиться этим, как на исповеди, но и постараться осознать, что теперь взамен, по-другому ты можешь использовать, ну и, конечно, поведенчески это необходимо будет и натренировать. Поэтому динамическая модель, как мы видим сегодня холистически нашего клиента и пациента помогает нам видеть и этапы терапии, и процессы психические, психологические, с которыми мы сталкиваемся, где все взаимосвязано и все связано со всем. Безусловно, и эффект будет влиять на мышление, туннельное восприятие и туннельное мышление, когда мы в гневе, тревоге, страхе или обиде. И физиология будет, безусловно, влиять не только там наша органика, например, накапливающаяся с годами, но и погода, природа, температура тела, простуда и наше поведение. Все бежали, и я бежал, известная такая фраза, говорит о том, что мы, в общем, действительно такие социальные животные, очень взаимодействуем плотно и наше поведение прописано, в том числе и в нашем геноме, поэтому это тоже приходится учитывать. И уже завершая второй наш протокол терапевтический позволяет тогда более осознанно и осмысленно подходить к проблематике пациента, потому что мы понимаем, как много уровней, на которых формируются, закрепляются и поддерживаются проблемы наших клиентов. И поэтому, конечно, со всеми этими уровнями нам приходится работать тщательно, подробно и иногда по спирали раскручивать и проходить глубже на более глубокий уровень проблем, внутренних конфликтов и дефицитов личности, которые сформированы на протяжении его жизненного пути. Поэтому такой терапевтический протокол позволяет нам тоже более осознанно и включенно двигаться в этом направлении, в итоге, делегируя пациенту и диагностику, и терапию, поскольку когнитивно-поведенческая терапия имеет такую замечательную специфику, реализовывать вот эту гуманистическую формулу, что клиенту, пациенту надо стать для себя психологом, психотерапевтом и специалистом, поскольку ему жить, ему развиваться, ему работать над своим качеством жизни и заботиться о себе. И вот эта возможность, транспарентность, понятность, прозрачность когнитивно-поведенческой терапии дает такой шанс большинству вдумчивых клиентов начать получать свой эффект, положительное подкрепление от них и развитие в этом отношении. И многие виды терапии сегодня разных волн как раз являются эффективными примерами, вдохновляющими, радующими и дающими такой оптимизм нам как специалистам, нам как исследователям, нам как ученым и нам как людям, которые тоже живут в этой реальности, тоже живут в этом мире и тоже имеют свои проблемы, которые становятся вызовом для нашего развития. Вот в этом я вижу колоссальный потенциал нас, потому что уж чего-чего, а вызовов нам хватает. Поэтому спасибо вам за то, что сегодня с нами, за то, что слушали, за то, что откликались, как я видел по некоторым взглядам. Спасибо друзьям и коллегам, с которыми мы уже давно общаемся, спасибо тем, кто пришел первый раз. И мы надеемся, это тоже будет неким импульсом к развитию, к творчеству и к заботе о себе в широком смысле слова, не только нарциссическом. Мы не призываем просто смотреть в зеркало и зеркальной терапии справляться с депрессией, но, безусловно, расти комплексно, широко и осознанно. Спасибо большое. Дмитрий Викторович. Субтитры создавал DimaTorzok